Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники, меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта CFO-кафе «Финтакс ТОП», организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, тема сегодняшней нашей встречи – это личные фонды, новый инструмент структурирования и планирования. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники «Капитала в России». И, друзья, вы прекрасно знаете, что по мере роста благозастояния российские бизнесмены и предприниматели, хайнеты, они используют для защиты и планирования своего капитала в основном иностранные инструменты, такие как трасты и фонды. Во многом это связано с тем, что в России просто не было подобных гибких механизмов, но ситуация изменяется. И с 1 марта 2022 года в России появится возможность создавать личные фонды. Нужно сказать, что профессиональное сообщество восприняло данную инициативу в основном позитивно, но также встречаются вопросы относительно того, как же фактически будут работать личные фонды в России и смогут ли они стать реальной альтернативой зарубежным механизмам. Эти и другие вопросы мы будем сегодня обсуждать в рамках онлайн-дискуссии. И я рада представить вам наших экспертов, которые будут делиться своим опытом. Это Николай Варгасов, управляющий директор Департамента правовых услуг и банкинга UFG Wealth Management и Арсен Данилян, советник NOA Circle Russia. Друзья, мы собрали ваши вопросы, которые поступали от наших участников по данной теме, и на основе них построили канву текущей дискуссии. Но наши участники прекрасно знают, что мы очень приветствуем активное участие наших зрителей в дискуссиях, и поскольку это позволяет сделать мероприятие максимально практическим. Поэтому, друзья, ждем ваши вопросы нашим экспертам в чате прямо под онлайн-трансляцией. Делитесь также своим мнением по обсуждаемым вопросам. В общем, сделаем сегодняшнее мероприятие максимально полезным. Ну, самое время начать. В самом начале я бы хотела предложить сначала прежде разобраться, что же такое личные фонды. Арсен, предлагаю начать с вас. Расскажите, пожалуйста, что это за механизм и в каких случаях он используется. Василий, огромное спасибо, что передали слово. Также рад приветствовать всех участников сегодняшнего вебинара. Ну, в отношении личных фондов, что нужно отметить? С 1 сентября 2018 года был принят закон, при котором у наших граждан появилась возможность учреждать наследственные фонды, которые, в свою очередь, должны управлять нажитым имуществом, нашим гражданином, бизнесом, активами после его смерти. Соответственно, 1 июля 2021 года данная возможность была расширена. У нас появилась возможность теперь регистрировать так называемые личные фонды, которые будут выполнять все вышеуказанные функции, но еще и при жизни нашего гражданина. Соответственно, в принципе, сам институт, он очень схож с регистрационно-правовой формой штифтунг, то есть коллеги по цеху, в принципе, уже давно знакомы с такими типами фондов. На сегодняшний момент очень трудно прогнозировать, будет ли он пользоваться спросом и как именно это будет работать. Но, по крайней мере, из того, что есть сейчас, из того федерального закона, который был принят, мы можем понять, как это будет работать на основании признаков этой некоммерческой организации. Во-первых, личный фонд, его главная цель – это управление активами. Личный фонд регистрируется либо на бессрочный период, либо на длительный срок. При его создании необходимо внести в виде имущества фонд имущество не менее 100 миллионов рублей. Соответственно, запрещено так называемое соучредительство, за исключением, если соучредители являются супругами. И также документы, необходимые для учреждения фонда, а именно устав фонда и решения учредителя об его учреждении, они должны быть нотариально заверены. То есть помимо налогового органа у нас еще и участвует нотариус. В принципе, на основании этих факторов можно дать такое некоторое определение личному фонду в России. Это некоммерческая организация, которая учреждена для того, чтобы управлять активами. И уже на основании этого прогнозировать, как это будет работать. Зарубежные аналоги у нас уже работают довольно-таки долгое время в странах Европы, и там, где преимущественно юрисдикция английского права. Наши сограждане тоже активно пользуются такими инструментами. Соответственно, теперь у наших клиентов появилась такая же возможность регистрировать похожие учреждения, похожие некоммерческие организации уже и в России. Да, прекрасные перспективы вырисовываются. Но, наверное, стоит поподробнее рассмотреть иностранные механизмы, которые выступают прототипами для российского личного фонда. Здесь я хотела бы просить вас, Николай, рассказать о том, как мы знаем, в принципе, используются в основном два механизма. Это трасты и фонды. И вот даже я сталкиваюсь с постоянным вопросом от наших слушателей, чем вообще отличаются, различаются между собой трасты и фонд, в каких случаях тот или иной механизм стоит использовать. И, возможно, на примере инструментов разных стран вы нам поможете в этом разобраться. Да, конечно. Прежде всего, добрый день. Добрый день, Василия, Арсен. Добрый день, все, кто подключился. Большая честь и радость всегда выступать в CFO-кафе с прекрасной повесткой. Значит, отвечая на вопрос, в России, конечно же, не придумывают заново вот этот инструмент или механизм, как угодно можно назвать. Те фонды, которые предлагаются реализовывать у нас, которые будут реализовываться со следующего года, это некая калька с фондов зарубежных, с частных фондов, не инвестиционных, а то, что в английском языке называется foundations. И, в общем-то, к счастью, эта калька достаточно неплохая. Есть отдельные моменты, которые, так сказать, вызывают обеспокоенность. Об этом поговорим попозже, я думаю, еще. Но если сравнивать то, что предлагается у нас с зарубежными аналогами, то следует сказать, что действительно это очень похоже на фонды в так называемых романо-германских странах, романо-германские правовые системы. Ну, самый яркий, наверное, пример – это фонды в Лихтенштейне. Значит, давайте, наверное, все-таки два слова о том, что такое фонд за рубежом и что такое траст. Значит, фонд за рубежом – это некоммерческое юридическое лицо, которое преследует своей целью поддержку не некого общественного блага, как фонд благотворительный, а благо частного, то есть конкретной семьи. В практическом же ключе это означает, что юридическое лицо имеет ряд бенефициаров, ради которых оно, в принципе, было создано и существует. И единственной целью ведения некой коммерческой деятельности и некоммерческого этого фонда является поддержка бенефициаров. Трасты оперируют примерно такими же категориями, но структура несколько иная. Трасты исторические были созданы в странах англосаксонской системы, то есть наследниках, так сказать, Британской империи. И если институт фонда за рубежом, он насчитывает порядка, наверное, 100 лет истории, то институт трасты – это уже многовековая история существования и, соответственно, многовековая история судебной практики, которая, так сказать, шлифует параметры этих трастов. Траст исторически создавался в Англии, когда воины уходили на сражение и, собственно говоря, передавали в управление те активы, которые у них есть, неким независимым управляющим. На сегодняшний день независимые управляющие, так называемые, трасти – это обычно игрок с лицензией специальной, который управляет активами, опять же, в пользу бенефициаров, которые изначально определены в документации траста. Если говорить про различия траста и фонда, то они сводятся, по большому счету, к двум основным параметрам. Первое – траст – это некий договор, это не есть юридическое лицо. Второе – базовое различие – то, что в трасте всегда есть трастовый управляющий трасти, который титульный собственник активов, в то время как в фонде сам фонд выступает собственником активов, и в связи с этим управление в фонде и трасте оно несколько разное. Когда к нам приходят люди и спрашивают, и выбирают между зарубежными механизмами, между трастом и фондом, а эту развилку, я уверяю, проходят абсолютно все состоятельные семьи, которые задумываются о наследствии планирования, то по большому счету как раз нужно руководствоваться именно этими двумя различиями. То есть критерии юридического лица, наличия или отсутствия, и критерии контроля. Если люди не готовы, это такой, наверное, скорее даже психологический, чем юридический аспект, передавать полностью контроль над своими активами некому внешнему управляющему, то по общему правилу и, скорее всего, им больше подойдет фонд, чем траст. Также есть ряд налоговых аспектов, которые нужно учитывать. Если наследники или учредители проживают, например, в Англии или в странах, опять же, англо-саксонской системы, то по общему правилу траст будет более понятен и прост с точки зрения налогообложения, выплаты с траста и доходов с траста. Также есть налоговый аспект, который часто консультанты подсвечивают клиентам относительно рисков признания структуры иностранной российским налоговым резидентом. Это актуально для тех структур, где учредителем выступает гражданин и резидент налоговой России, резидент в первую очередь. Есть мнение, что риск признания такой структуры, управляемой из России, ниже у траста и выше у фонда. Поэтому если руководствоваться этими вводными, то по общему правилу лучше смотреть на траст. Но если суммировать все эти вводные, то, конечно, нужно смотреть индивидуально каждый кейс. И мы не рекомендуем условно покупать с полки тот или иной инструмент у корпоративного сервис-провайдера. Это, безусловно, лучше делать с советником в России или в любой другой стране, где преимущественно проживает семья. Потому что выбор этот нужно делать осознанно и принимая во внимание все вводные. Спасибо большое, Николай. У нас уже появился первый вопрос в этой части. А что дороже по содержанию, трасты или фонды? Давайте я попробую ответить. Ответ на этот вопрос неоднозначный, потому что содержание всегда зависит от объема активов в структуре и от сложности структуры. То есть у нас были случаи на практике, когда мы создавали очень сложную с точки зрения администрирования структуру, например, фонд, где фактически создавался некий внутренний административный секретарский аппарат, который должен был следить за выполнением политик, который учредитель прописал. Кому сколько, когда выплачивать, компенсация каких-то расходов на перелеты семьи. То есть были жесткие политики, и нужно было фактически их администрировать. Поэтому в таких сложных случаях это всегда, конечно же, десятки, а иногда и сотни тысяч долларов в год. Если мы говорим про самые простые кейсы, про пакет минимум, когда, условно говоря, в фонд или трасс заведены только ликвидные активы, управление этими ликвидными активами передано профессиональному управляющему, банку управляющих компаний, и вовлечение такое секретарско-административное в управление этой структурой, оно минимальное, то можно говорить про цифру в 10-20 тысяч долларов в год. Я бы на такой минимальный порог ориентировался. Если вы видите цифры меньше, то, скорее всего, нужно читать внимательно мелким шрифтом, что написано дополнительно или под звездочкой. Скорее всего, не все услуги были перечислены в коммерческом предложении. Соглашусь с Николаем, от себя добавлю, что в принципе правила экономического и рациональности этой структуры, да, и как вообще можно почитать свои расходы. Если наша структура будет работать активно, и на каждое желание клиента эта структура будет предлагать свое решение, соответственно, ее содержание будет дороже. Чем меньше она активна, да, чем меньше требуется услуг трости, услуг совет фонда, то, соответственно, у нас и содержание становится чуть меньше. Ну и дополнительно у лихтенштейнских, к примеру, фундейшенов, у них предусмотрен обязательно минимальный налог. Вот, соответственно, это немножко, там, процентов на 10, на 5 может повлиять на само содержание структуры. В остальной части, в принципе, инструменты по содержанию схожи. Ну да, здесь вы правильно отметили, что еще стоимость содержания, наверное, зависит от того, какая страна, да, избрана точкой опоры, скажем так. А вот если, например, посмотреть по вашему опыту, коллеги, ваши клиенты какие страны, какие юрисдикции предпочитают, вот с точки зрения трастов и фондов, создания трастов и фондов? Да, Арсен, давайте. Благодарю. Ну, если мы говорим о фаундейшенах, то, скорее всего, это лихтенштейн, потому что законодательство этой страны, оно уже проверено не раз, и есть большая практика по этому вопросу. И, в принципе, у нас иногда даже сам запрос поступает на именно фаундейшен лихтенштейн. Если мы говорим о трастах, то здесь больше выбора. Это в основном страны с английским правом. Такие юрисдикции, как Генси, Джерси, в том числе и Кипр, многие используют под эти цели. Да, я бы добавил просто, во-первых, совершенно точно все перечисленные страны – это основной фокус клиентов и консультантов. Я бы сказал, что иногда пользуются спросом еще офшорные трасты, например, на BVI или St. Kits and Navis. Это более экзотичные юрисдикции, и там есть свои причины, почему люди на них смотрят. Но по общему правилу, безусловно, более развитые цивилизованные юрисдикции для трастов – это Герси, Джерси. И Кипр, скорее, ввиду наших тесных исторических связей и большого количества русского капитала, исторически на Кипре находящегося. Согласна с вами. Коллеги, вы сегодня упоминали, что российские личные фонды, они все равно основаны как бы на зарубежном опыте, и как бы их юридическая основа, в их юридической основе лежат именно те инструменты, которые уже много-много лет применяются за рубежом. А как вы думаете, судебная практика – один из моментов, один из преимуществ, которые вы сегодня, Николай, отмечали, что уже сложилась судебная практика, будут ли также российские структуры обращать на международную судебную практику? В этой части что вы ожидаете? Мне неизвестно о широком применении в российских судах иностранных норм права, тем более по аналогии использованных, ввиду отсутствия своего регулирования. Поэтому я не думаю, что именно в судебном ключе будут подтягиваться какие-то зарубежные практики. Я считаю, что мы должны быть очень в реальности довольны тем, что на уровне закона было, ну давайте прямо скажем, скопировано много положений из тех же лихтенштейнских фондов, и это уже здорово. В судебном ключе нам, я думаю, еще предстоит нам, как профессионалам и консультантам в этой индустрии, еще предстоит оттачивать и шлифовать положение этого закона. И я думаю, пройдет как минимум около пяти лет для того, чтобы какие-то вещи отрегулировать. Просто вот вспоминая даже то, что институт опционов у нас появился около семи лет назад в законодательстве, и по большому счету только в последнее время люди действительно стали более спокойно к этому относиться. Появилась первая практика, которая защищает предпринимателей, которые активно ими пользуются. Вот я думаю, что примерно в таком же сценарии, если будет развиваться практика в отношении фондов, то это будет очень позитивно. Да, от себя добавлю, что я, ну это лично мое мнение, более чем уверен, что наши российские суды не будут большого внимания уделять тем судебным прецедентам, которые есть в мире, я имею в виду в отношении упорянутых инструментов, таких как фундейшн и трасты. Вот у России всегда свой суверенный путь развития, в том числе он касается судебной практики. Вот несмотря на то, что у нас есть хоть и небольшое количество ярких кейсов, связанных с судебных кейсов, связанных с указанными фондами и трастами, на мой взгляд, наши российские суды будут придерживаться исключительно наших норм в отношении личных фондов, зарегистрированных в России. И, соответственно, правоприменительная практика будет складываться именно по сценарию, который наши российские суды будут его отписать. Но нам остается надеяться, что она будет в основном положительной, что она не будет иметь какой-то негативный окрас, в том числе и связанной с субсидиарной ответственностью, в том числе связанной с так называемыми корпоративными локами, что у нас, грубо говоря, есть фонд, он должен работать, но, тем не менее, на этапе его регистрации и учреждений документов что-то было непредусмотрено, что привело к ситуации, когда фонд не может функционировать. Соответственно, мы надеемся, что практика будет в основном позитивная, и мы ее в ближайшие 2-3 года сможем получить, досконально изучить, и уже в дальнейшем на основании этого опыта как-то корректировать и вырубить свои рекомендации при учреждении таких структур. Спасибо. Коллеги, мы так постепенно переходим к обсуждению непосредственно российских личных фондов, и прежде чем перейти в детали, мне хотелось бы узнать ваше мнение. Николай, Арсен, а в целом вы как воспринимаете данную инициативу? Ведь зарубежные трасты и фонды прекрасно используются, и действительно ли этот инструмент так был необходим в России? Насколько он вообще своевременен, и сможет ли он стать реальной альтернативой, на ваш взгляд? Давайте я начну. Я лично и мы как Family Office всячески приветствовали появление личных фондов. Более того, законопроект о том, чтобы наследственные фонды сделать личными, он на самом деле появлялся еще год назад, и мы тоже активно ждали появления прижизненных фондов, но случилось это в этом году, точнее в следующем уже, да, фактически. Почему я считаю, что это важно? Все юрисдикции мира, они находятся в некой конкурентной борьбе сейчас, в конкурентной борьбе за капитал, за глобальные деньги, и объективно российская инфраструктура на этой глобальной шахматной доске, она, в общем-то, не выглядит привлекательно, что приводит к неким таким, пусть будет сказано громко, но институциональным проблемам, которые не позволяют капиталу России оставлять. Поэтому любое движение в сторону того, чтобы в России развивались эти фонды и, как следствие, капитал был здесь, на мой взгляд, это очень здорово, и не приветствовать такую инициативу просто неправильно. Другое дело, что нужно сухо, без эмоций понимать, какие есть преимущества и минусы у этого инструмента, и понимать, кому это может подходить, кому нет. На мой взгляд, это может подходить фактически двум категориям клиентов. Первая категория, это которая сейчас выпадает из, так сказать, не имеет возможности структурирования капитала через иностранные инструменты по двум причинам. Первая, некие органические причины, это дорого, все-таки использование российского инструмента понижает входной порог для такого планирования. Вторая причина, некая искусственная, это различного рода административные ограничения, в широком смысле слова, санкционные и в целом некий негатив, который в последнее время, в последние уже 6 лет присутствует на западных рынках в отношении русских денег. Поэтому российские фонды совершенно точно появились своевременно, в тот момент, когда по всем статистическим данным приток денег в российский сектор private banking увеличивается, продолжает увеличиваться. Эти деньги, ими нужно правильно управлять и правильно владеть, и фонд как раз-таки один из инструментов. И общий такой комментарий, если сейчас не идти по деталям, да, там анализа фонда состоит в том, что если посмотреть на российский гражданский кодекс, то мы там не найдем в принципе ни одну корпоративную структуру, которая так или иначе была бы там создана для владения капиталом. То есть это некий кодекс, наследник сильными изменениями, наследник еще советских кодексов и переосмысление того, что в стране есть большой сегмент людей с капиталом, которых тоже нельзя игнорировать и нужно предоставлять какие-то юридические инструменты для владения капиталом. Он, собственно говоря, вот это понимание пришло спустя 30 лет фактически жизни в этом рыночном, так сказать, обществе. Поэтому вне зависимости от того, появится ли с марта большое количество этих фондов или нет, как таковой жест и шаг навстречу, я считаю, что это очень важно, что эти фонды, они появились, поэтому не приветствовать их было бы неправильно. Василия, разрешите дополню? Да, конечно. Я абсолютно согласен с Николаем по той причине, что у нас в принципе до 2018 года каких-то инструментов, которые позволяют спланировать наследство и передачу благосостояния, их был очень узкий, ограниченный круг, который могли использовать наши граждане. Соответственно, мы также приветствуем в свою очередь эту инициативу и этот закон, который вступил в силу и будет использоваться нашими граждан с 1 марта. На сегодняшний день трудно пока говорить о каком-то ажиотаже, который планируется, но тем не менее, согласно статистике Государственной Думы, на март 2021 года уже было создано 90 наследственных договоров и, соответственно, 109 завещаний, которые предусматривают создание наследственного фонда. То есть небольшой ажиотаж, но появляется. Соответственно, на мой взгляд, в ближайшие 5-10 лет этот инструмент станет одним из основных для хайнетов из России, именно для их российских активов. Потому что как таковое завещание многих не устраивает и оно имеет свои минусы. Если мы говорим о наследственном фонде, либо о личном фонде, который также может работать после смерти гражданина, то это, в самом деле, довольно-таки гибкий по сравнению с завещанием. И, в принципе, большее количество желаний клиента может удовлетворить. Да, я здесь с вами тоже абсолютно согласна, что мне тоже кажется, что инструмент абсолютно своевременный, тем более, что вопрос планирования наследования, он становится все более и более актуальным среди российских бизнесменов, среди первой волны. Но давайте тогда подробнее разберемся именно с тем, как именно будет работать личный фонд, его организацию, что может туда передавать, про, соответственно, про устав управления фондом. Давайте вот эти вот моменты проясним, потому что я вижу у нас и в чате более детальные вопросы стали появляться. Давайте вот мы конву эту выстроим и уже с дополнительными вопросами будем отвечать на наши вопросы участников наших. Арсен, тогда я предлагаю вам начать. Да. Ну, во-первых, как я уже говорил ранее, личный фонд – это некоммерческая организация. Вот, соответственно, в нее можно внести имущество, в принципе, любого рода. Вот, важно понимать, что, если мы говорим о личных фондах, у нас есть ограничения по сумме, точнее, не ограничения, а обязательное имущество, имущество фонда не должно составлять менее 100 миллионов рублей. Вот, соответственно, если мы вносим какой-то объект, то специализированная оценка должна происходить при его внесении. Вот. Также говоря о фонде, основные учредительные документы должны быть зарегистрированы у нотариуса. Такими документами являются решения учредителя об учреждении и сам устав. Вот, соответственно, сам устав фонда, он закрепляет условия управления этого фонда. Если мы говорим об изменении вот этих учредительных документов, они могут также при жизни быть, при жизни учредителя быть изменены. Вот, соответственно, поправки должны быть также материально удостоверены. Если наш учредитель, к сожалению, ушел из жизни, то уже поправок сделать будет невозможно каких-либо. Вот. Наши положения о наследстве, которое у нас на данный момент работает, у нас, в принципе, они немножко были реплицированы на личные фонды. Да, то есть у нас предусматривается то, что личный фонд может стать впоследствии наследственным. Вот. Возможно, также реорганизация личного фонда, то есть мы можем преобразовать это юридическое лицо. И, возможно, ликвидация личного фонда. Вот. То есть либо по решению суда, либо по требованию личного исполнителя органа, да, в связи с определенного рода обстоятельствами, в том числе обстоятельствами по срокам. Вот. Классически, как это выглядит? То есть у нас есть личный фонд, у нас есть высший коллегиальный орган, у нас есть попечительский совет, у нас есть ВГТ-приобретатели и есть учредители. Вот. Соответственно, также у нас предусматривается единоречный исполнительный орган и, возможно, предусмотреть надзорный орган. Вот. То есть, в принципе, сама структура, она может быть более сложной, может быть более простой, ровно как и с фоундейшенами и с трастами. Да, в фоундейшенах можно предусмотреть протектора, ну, ровно как и в трастах, можно не предусмотреть. Вот здесь, в принципе, происходит замена, да, института протекторства на коллегиальные органы и на попечительский совет. Вот. Соответственно, условия управления фондом, они могут включать в себя различные положения передачи определенных лиц или категориям какого-то капитала, да, либо его в части, либо полностью. Вот. Либо при наступлении каких-либо обстоятельств происходят передачи капитала. Вот. В принципе, вот в общих чертах. У нас стали появляться вопросы вот по части того, что именно можно передавать в качестве активов, да, в фонд. Какие это могут быть активы и как будет определяться их стоимость? Ну, точно денежные средства, точно ценные бумаги, точно недвижимость. Если мы говорим о денежных средствах и о ценах бумаги, то, в принципе, я думаю, не возникнет никакого вопроса, как именно это можно оценить. Вот. У нас, в принципе, здесь никаких проблем не будет. Если мы говорим о недвижимости, то у нас может быть экспертная оценка о рыночной стоимости этого объекта. Вот. Каких-то дополнительных имуществ, в принципе, на мой взгляд, это тоже будет возможно при передаче там автомобильных средств, либо еще какого-то рода активов. Важно понимать, что у нас имеется в виду имущество, а имущество, оно имеет широкие понятия. То есть все, что у нас в гражданском обороте, в принципе, можно передать собственный фонд. Я извиняюсь, Василия, если можно добавить, просто то, с чем мы сталкивались в контексте вопроса о том, что можно передать фонд, часто люди интересуются, можно ли передать объекты искусства и коллекции, потому что это то, что обычно вызывает больше всего переживаний у нас, в дателе, у людей, которые занимаются с планированием, что если там, условно говоря, наследники будут делить квартиру на Арбате и денежные средства в Сбербанке, то, по большому счету, это не вызывает каких-то там больших душевных переживаний, а вот некая единая коллекция, которая была накоплена за годами, очень часто, ну, вокруг нее эмоционально, к ней эмоциональная связь. Мы понимаем, что если эта коллекция должным образом зарегистрирована, поставлена на учет и инвентаризирована, то это совершенно точно можно будет сделать через фонд. Более того, у нас были случаи, которые мы разбирали, так сказать, на элементы, когда мы делали некую общую наследственную концепцию, а в принципе правильно говорить о выборе инструментов после того, как понятны основные вводные и основные подположения, чего мы хотим добиться. Значит, и у нас одним из элементов было как раз потенциальное использование в следующем году вот этого фонда именно для коллекции, которая находится в России, потому что ликвидные активы и недвижимость у состоятельных семей, у ультра-хайнетс, она так или иначе разбросана по всему миру, и одним инструментом здесь не обойтись. Поэтому речь шла о комплексном планировании с помощью зарубежных инструментов и о точечном планировании в России именно в контексте предметов искусства. Вот в такой связке, в принципе, можно рассматривать несколько инструментов, и в том числе фонд России. Отличное уточнение. Николай, а долю в бизнесе можно внести как вклад в фонд? Да, безусловно. Ну вот, как Арсен сказал, все, что, собственно говоря, в гражданском кодексе считается имуществом, можно передавать. А доля в бизнесе, ну, в реальности, это, наверное, там или первый, или второй по чистоте вопросов, там, предмет, о котором говорится, деньги, бумаги и доля в бизнесе. Ну, как бы, чаще всего это так, потому что недвижимостью обычно у людей все несколько проще, обычно, по общим правилам. Поэтому доля в бизнесе совершенно точно, да. Вот Марк еще интересный вопрос задает. Его интересует ваше мнение по поводу передачи в личный фонд ценных бумаг и иных финансовых инструментах, ведь для управления такими активами требуются соответствующие лицензии. И как, по вашему мнению, будет решаться данный вопрос? Позвольте, я тогда начну. Здесь нужно понимать, что мы говорим о некой оболочке холдинговой. Единоличный исполнительный орган или совет, и любой орган управления фондом, он при получении активов или ценных бумаг дальше может их передать в управление, собственно говоря, компанией с лицензией. Это то, как это работает во всем мире. Соответственно, есть два варианта. Это управление непосредственно этими деньгами, давайте так, выражаясь языком инвестиционщиков, с книжки фонда или передачи этих активов в управляющую компанию, и тот и другой вариант должны работать. Согласна, Свет. Соответственно, у нас здесь предусматривается возможность, да, те лица, те управляющие компании, которые у нас при жизни или до регистрации фонда работали с клиентом, они, в принципе, могут продолжать работать, но уже в качестве... И у нас клиентам будет не физическое лицо, а сам фонд. То есть, в принципе, особо ничего не поменяется с точки зрения финансового планирования. То есть, абсолютно там те же инструменты и те же управляющие компании, банкиры, брокеры, которые управляют этими активами, они продолжат управлять. Василий, с вашего позволения, еще добавлю, очень важно, что мы сейчас, ну, мы же комплексно подходим к вопросу планирования, и нельзя игнорировать вопрос налогов, который первоочередной на самом деле. И исходя из того, что мы сейчас видим, исходя из норм налогового кодекса, управление портфелем ценных бумаг на фонде выглядит менее выгодным, чем на личных счетах. Поэтому, если мы учитываем исключительно регуляторный аспект, то фонды прекрасно подходят для управления портфелями. Если мы посмотрим на обратную сторону медали и взглянем на налоговое планирование, то, к сожалению, это не оптимальная структура. Более того, управление портфелем ценных бумаг, например, на зарубежном фонде, оно сейчас выглядит более налоговоэффективным, чем на российском фонде. Поэтому здесь я бы подумал несколько раз, стоит ли рассматривать в текущей конфигурации личный фонд как холдинг для портфеля ценных бумаг. Мы с вами как раз коснулись вопроса налогообложения. От участников также поступил вопрос. В принципе, когда решается вопрос налогообложения деятельности зарубежных трастов, фондов имеется в виду в России, и российского фонда. Вот если сравнивать, скажем так, российские инструменты, зарубежные инструменты, в чью сторону, скажем так, чай-чай-чай-весов. Разрешите, отвечу, Николай. Да, пожалуйста. Благодарю. Ну, соглашусь, Николай, в отношении того, что личные фонды в России не настолько благоприятны с точки зрения налоговой истории, по той причине, что так как это некоммерческая организация, на нее будут распространяться практически все нормы налогового кодекса России, и, соответственно, если у нас происходит инвестирование, то у нас получается образовываться какая-то прибыль, и мы уплачиваем налог на прибыль. Ну, соответственно, на уровне ВГТ-приобретателей, такие бенефициары, у нас подоходный налог. Если мы говорим о сравнении налогообложения российского фонда и зарубежного, то для российского налогового резидента зарубежный инструмент, он выгоднее. Во-первых, по той причине, что в случае, если эта структура будет признана контролируемой иностранной компанией, неважно, мы говорим о трассе или о фаундейшне, у нас будут работать правила КИК, которые, помимо снижения эффекта курсовой разницы от валютной переоценки, также имеют ряд нюансов. Во-вторых, ключевой льгот, даже не льгота, но, в принципе, это льгота. Это пункт 67 статьи 217, который позволяет уменьшить выгодоприобретателям полученный доход на стоимость, внесенная ранее учредителям имущества. То есть, соответственно, здесь налоговый кодекс Российской Федерации больше играет в пользу иностранных структур, чем в отношении российских. На мой взгляд, эту историю можно будет немножко модернизировать, досмотреть какие-то дополнительные льготы налоговые для некоммерческих организаций, наличных фондов и наследственных фондов. Это существенно увеличит ажиотаж среди наших клиентов по использованию таких инструментов. А вот Татьяна не совсем согласна. Она говорит, что в России НДФЛ не будет, пока вы пай не продадите, а вот за рубежом каждый год прибыль КИК облагается. Ну, тут дело в том, что если мы говорим о налоге на прибыль, я думаю, не будет ни у кого спорта, что никого будет облагаться в этой части. И в отношении иностранных структур, ну, мы каждый год не платим. Вот здесь важно отметить, что у нас есть два способа. Это либо уплатить 5 миллионов рублей и не отчитываться, и уплачивать в дальнейшем с дивидендов, либо классический способ, который работает до 2020 года, это уплатить при превышении 10 миллионов рублей. Соответственно, если у нас профит БФТ составляет реализованную прибыль свыше 10 миллионов рублей, в таком случае мы уплачиваем НДФЛ. Ну и, соответственно, здесь есть гэп. Если, к примеру, по итогам 2021 года наш траст заработал 15 миллионов рублей по реализованной прибыли, мы налог будем уплачивать в 2023 году. То есть, потому что у нас доход признается в следующем. Вот. Ну, опять же, кейс-бай-кейс. Если кому-то комфортнее пользуются налоговыми льготами, которые предусмотрены для НКО России, окей. Это, в принципе, решение, которое более благоприятное для этого клиента. Но, на мой взгляд, если я беру в учет общую картину своих клиентов, здесь, естественно, зарубежная история будет более благоприятной с точки зрения налоги. Возможно, у Николая другая практика, и он может прокомментировать это. Арсен, я вас поддержу. Я, честно сказать, слабо себе представляю какие-то сценарии, где российский фонд выглядел бы более налогово-эффективным. Я разве что думаю в сторону передачи, например, недвижимости, которая не генерирует денежный поток и прибыль, которой, например, бенефициары пользуются. То есть это некий такой холдинг, который не подразумевает операционного дохода. Ну вот, наверное, в такой конфигурации здесь как-то можно об этом подумать. Но если речь идет о портфелях ценных бумаг, то совершенно точно отменяется. Так как налог на прибыль это так переначит 20%, НКО не могут, насколько мне известно, упрощенным режимом налогообложения пользоваться. Соответственно, сравнивать с 15% через два года, очищенными от валютной переоценки, ну, на мой взгляд, это, наверное, в любом случае будет не в пользу фонда в России. Кроме того, если мы говорим про портфели ценных бумаг, то так или иначе, большинство моих клиентов и в целом рынки устроены так, что большинство бумаг в портфелях, они иностранные, они номинированы в долларах или в евро. И так или иначе, курсовая переоценка, она всегда будет в российских фондах налицо и будет влиять на финансовый результат, который нужно считать в рублях, к сожалению. Поэтому я здесь поддержу Арсена в той части, что налоговый кодекс в России, но фактически нужно в спешном порядке редактировать и адаптировать под то, что появилось в гражданском кодексе, потому что они должны идти, ну, как сказать, бок о бок, и пока не будет обновления и внесения изменений в налоговое законодательство, говорить о массовом применении фондов в России совершенно точно не придется. Да, от себя добавлю, у нас, в принципе, как бы принято, да, что некоммерческие организации, они на то и некоммерческие, что не пытаются извлечь прибыль. Да, здесь же мы говорим о том, что та небольшая прибыль, которая генерируется для поддержания самой структуры, она будет также налагоблагаться. Вот, соответственно, здесь говорить о том, что это хороший уход от налагоблажения, и он какой-то оптимальный с точки зрения налагоблажения в отношении российских фондов, мне, опять же, повторюсь, говорить об этом трудно. Но я также надеюсь, что наш законодатель, он предусмотрит некоторые налоговые льготы для бенефициаров, для учредителей, чтобы эта структура, она была более привлекательна, также не только с точки зрения управления капиталом и управления активами и бизнесом, но и с точки зрения налоговой истории. Вот, если мы говорим о таких кейсах, как «Натура Сибирика», да, здесь бы, наверное, такой фонд, который был бы личным, а впоследствии стал бы наследственным, он бы сыграл на руку всем, да, как и сотрудникам, так и кредиторам, так и ровно клиентам этой компании. Вот, соответственно, если мы, если законодатель, он предпримет ряд мероприятий, действий для того, чтобы это стало более привлекательным для таких компаний, для бенефициаров таких компаний, как «Натура Сибирика», то, возможно, у нас не будет больше таких ужасных историй, да, и мы не будем с печалью их читать. Вот, потому что наши хайнеты и ультрахайнеты, они задумываются об использовании такого инструмента, привлечет их какие-то наследственные вопросы, планирование, налоговые льготы, и таким образом они будут использовать инструмент чаще, чем могли бы. Спасибо, коллеги. Здесь у нас появились вопросы относительно того, какая именно процедура, собственно, регистрации личного фонда, если можно прям вот кратко по шагам, нужно ли регистрировать в Минюсте, ФНС, кто сможет прокомментировать? Я честно скажу, что мы там техническую сторону вопроса пока что не анализировали, исходим из того, что, как любое юридическое лицо, его нужно регистрировать в ФНС, оно должно встать в реестр юридических лиц, более того, судя по всему, в этом реестре, который сейчас у нас открыт, будет информация доступна о, в том числе, бенефициарах фонда, то есть это будет публичная информация, что является дополнительным таким недостатком для некоторых людей достаточно существенным. Что касается Минюст, я вот, честно сказать, не подскажу, вероятно, по общему правилу, как все некоммерческие организации, Минюст тоже должен быть задействован. Да, поддержу, прошу прощения, Николая. У нас какого-то особого порядка по регистрации не было предусмотрено, то есть это также налоговый орган в качестве основного, однако есть исключения в виде материального удостоверения устава и решения. Соответственно, в принципе, как мы понимаем на данный момент, довольно-таки общий порядок и ничего специфичного, в принципе, нет. Давайте еще коснемся вот вопроса, участник тоже задает. Арсен, вы сегодня говорили, что после смерти основателя фонда уже нельзя изменить устав и правила управления фондом. Но вот Кирилл уточняет, что да, нельзя, но кроме как в судебном порядке или в случаях, когда дальнейшее функционирование фонда на прежних условиях невозможно. И вот Кирилл попросит пояснить, какие-то эти случаи могут быть на практике. Ну, на практике пока трудно говорить, потому что ее как таковой нет. Соответственно, ну, как мне кажется, возможно, это то условие, где выгодоприобретатели, они пытаются за счет увеличения своих каких-то возможностей по получению капитала, они ущемляют других бенефицаров, либо, опять же, ситуация, при которой у нас случился лог, то есть у нас фонд не может функционировать как таковому. То есть происходят какие-то корпоративные действия, не подписываются какие-либо документы, при которых должна происходить выплата, что прямо противоречит вставу на цели создания. На мой взгляд, судебные изменения с учетом нагрузки, особенно сейчас, на суды, я бы не рассматривал этот способ изменения условий через суд в качестве основного, по той причине, что, во-первых, это сроки, что существенно уменьшают рациональность обращения в суд. Во-вторых, это отсутствие какой-либо правоприменительной практики. То есть, по сути дела, те люди, которые будут обращаться в суд по изменению условий наследственных фондов, они будут действительно одни из первых. Устраивает ли это бенефицара фонда или не устраивает? Ну, мы, как юристы, видим здесь, конечно, массу рисков. Вот. Как бы это не космос, и покорять его первым не особо хотелось бы. Вот. Соответственно, практика покажет. Вот. Ну, мы надеемся, что она будет исключительно позитивной и будет лишь только расширять нормы и их толкование. Вот. Без толкования, чтобы это толкование не уходило в негативную сторону для наших граждан. Еще вопрос касается выгодоприобретателей фонда. Может ли им быть, собственно, сам основатель и по части выплаты с фонда? Они могут быть и, соответственно, и при жизни, и там прописываются какие-то конкретные случаи или они могут быть просто установлены выплаты с определенной периодичностью? На этот счет нет каких-то жестких вводных, и это хорошо. То есть законодатель оставляет пространство для структурирования за учредителем. То есть учредитель может прописать так, как он хочет. Это соответствует, к слову, зарубежной практике. То есть я бы просто хотел прояснить немного, что на самом деле, когда действительно будет работа по созданию фонда проводиться, важно понимать, что мы ее проводим, ну, условно, в чистом поле, без белого листа, потому что это не какой-то ООО или какое-то стандартное какое-то юридическое лицо. Все политики по управлению и по наследованию бенефициарных прав, они должны быть прописаны с нуля и кастомизированы под конкретный запрос клиента. Это, с одной стороны, прекрасно, потому что дает пространство для планирования. С другой стороны, требует со стороны учредителя поиска консультанта, который готов делать продукт, кастомизированный под запрос клиента. Еще один вопрос, он, на мой взгляд, очень актуальный, потому что вопрос субсидиарной ответственности вообще, в принципе, достаточно горячая тема последнего времени в России. И вот Михаил интересуется, просит прояснить вопросы субсидиарной ответственности основателя фонда по обязательствам фонда и наоборот, субсидиарная ответственность фонда по обязательствам основателя. Ну, разрешите, я здесь отвечу. У нас субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам своего учредителя, она возможна. В течение трех лет со дня создания можно восстановить, как в принципе и все сроки субсидиарной ответственности, по крайней мере, в России. Это не сайты наследственных фондов, здесь речь идет только о личных фондах России. Вот, соответственно, у нас происходит защита прав кредиторов, она как таковая есть, важно понять, о каких сроках идет речь. И дополнительно отмечу, что при учреждении фонда и передаче ему активов сама сделка по передаче активов и по учреждению, она может быть оспорена в суде. То есть у нас здесь кредиторы не остаются в какой-то ослабленной позиции, тем более, если мы говорим о российской правовой практике, у нас кредиторам уделяют достаточно хорошее внимание, и субсидиарная ответственность у нас работает. Вопрос, опять же, в сроках и в том имуществе, которое у нас остается. Небольшой комментарий, позволю себе дополнительно. Если посмотреть сейчас на правовой ландшафт в России в отношении субсидиарной ответственности, то он абсолютно прокредиторский. То есть маятник в крайнем прокредиторском положении сейчас находится. И, безусловно, это приводит, по сути, к двум, наверное, там, выводам. Первый вывод, что любое планирование нужно делать не тогда, когда уже горит пожар, когда уже есть какие-то первые признаки нестабильности в бизнесе или там где бы то ни было, что может привести к ответственности. Планирование нужно делать заранее. Это универсальный принцип, работает и при планировании зарубежных активов, и при брачно-семейных отношениях, когда мы говорим о брачном договоре. Вот все это нужно делать заранее, и это должно быть некой частью культуры планирования семейного капитала, которое должно происходить не в момент возникновения проблемы, а в принципе системно. Это первое. Второе, то, что в законе определен трехгодичный срок, на мой взгляд, крайне позитивная новость, потому что могли бы просто пропустить, и в этом случае, ну, то есть не определить никакой срок отсекательный, и в этом случае мы бы понимали, что фактически эта ответственность, она есть всегда. То есть вот в условиях наших вводных текущих наличие этих трех лет, на мой взгляд, позитивный посыл, который дает нам больше комфорта, чем если бы этого не было совсем. Ну, Василий, разрешите буквально пару нюансов отмечу. Если мы говорим о выгодоприобретателе, соответственно, на права выгодоприобретателя личного фонда у нас не может быть взыскания по обязательствам такого выгодоприобретателя, то есть сделки такие будут признаны ничтожными. И, соответственно, права, соответственно, выгодоприобретатель, прошу прощения, не отвечает по обязательствам фонда, а личный фонд не отвечает по обязательствам выгодоприобретателя. Вот, то есть здесь у нас сохранился этот принцип, вот, по переходу обязательств, но, тем не менее, сама защита кредиторов в случае специальной ответственности, она есть. По крайней мере, если как минимум три года, такую сделку оспорить. Пришел в догонку вопрос от Марии. Закон указывает на то, что если устав разрешает, то выгодоприобретателям личного фонда может быть учредитель. Давайте рассмотрим, а возможно ли такая ситуация, что учредитель – это вообще единственный выгодоприобретатель? И если да, то, как вы считаете, разумно ли устанавливать срок для привлечения к ответственности, или же в такой ситуации срок три года с момента учреждения действовать не должен? Ну, насколько я помню, сам учредитель фонда не может быть выгодоприобретателем, и выгодоприобретателем, прошу прощения, не могут быть также коммерческие организации. То есть сама по себе история, когда мы передали фонд активы и являемся сами бенефициарами этих активов, она юридически невозможна. Ну и в принципе она по той практике, что есть сейчас, она приводит к довольно-таки негативным последствиям. Ну вот, такие, если мы говорим о зарубежной юрисдикции, про Россию пока говорить рано, они признаются ничтожными, да, в априори. То есть дело Пугачева, оно показало, что, чтобы передать активы в траст, нужно не просто зарегистрировать, точнее, согласовать условия трастного договора, нужно предусмотреть действительно переход этих активов, а не когда у нас бенефициаром является господин Пугачев, он же является протектором. Вот, то есть мы сами себе актив, как бы, ну, мы должны его передать в траст, мы должны поменяться, должен поменяться титул собственности, то есть становится другой судье, да, если мы просто из левого кармана активы убираем в правый карман и говорим, что это оказывается траст, вот, то, соответственно, это не работает. Вот, ну, ровно, я ожидаю, такая же правопримительная практика будет и в России. Марк просит уточнить, давайте вернемся вот к вопросу по поводу того, какие активы могут быть переданы в личный фонд, что, есть ли какие-то ограничения в части активов, которые находятся за пределами Российской Федерации, например, вот, какие здесь будут вопросы валютного регулирования? Давайте я попробую ответить. Каких-то ограничений, как таковых, нет. И благо то, что этот фонд является юридическим лицом, это значит, что он в большинстве стран мира должен быть принят как некий титульный собственник. На практике же мы все-таки рекомендуем в такие структуры заводить некие субхолдинговые компании, а не активы напрямую. Обычно это просто с технической и административной точки зрения проще и легче, чем перерегистрировать непосредственно, условно, там, здание, недвижимость или портфель ценных бумаг. Это будет проще. С точки зрения валютных ограничений, я, честно сказать, так пока на скидку вижу большое, ну, некое бремя банковского обслуживания такой структуры, если у нас будет трансграничный денежный поток, и это просто будет технически тяжело поддерживать. Но с точки зрения валютных ограничений, я вот так на скидку их не вижу. То есть можно, но сложно. Да. Николай, прежде чем мы перейдем вот к завершающей части, здесь еще у нас были вопросы, которые касаются зарубежных механизмов, и они и нам помимо этого мероприятия достаточно часто приходят, поэтому я попросила вас все-таки их рассмотреть. Это вот Александр просит пояснить, есть ли фондейшн, открываем за границей, то в чем его отличие от КИК? Мы не говорим в категориях фондейшн или КИК. Фондейшн и есть КИК при соблюдении ряда условий, как то контроль и участие в учреждении, в этом случае структура. Я бы сказал, что в подавляющем большинстве кейсов, которые мы смотрели, иностранные фонды являются КИКами. То есть они отвечают признаком КИК. В относительно небольшом количестве случаев, когда фонды действительно управляются независимыми управляющими, и контроль со стороны семьи теряется полностью, можно говорить о том, что это не КИК. Но еще раз подчеркну, просто понимая среднестатистический запрос и конфигурацию фонда, это чаще всего все-таки КИК. И еще вопрос. Какая структура более защищена юридически? Здесь мы с точки зрения риска отчуждения, если рассматривать фондейшн или траст. Тоже нет прямого ответа, зависит от конкретной конфигурации, потому что есть очень устойчивые фонды, есть неустойчивые трасты. И наоборот, здесь нужно смотреть как на структуру в статике, так и в динамике некое управление, фактически, де-факто, как происходит. То есть, если у нас есть трасты, управляющие на Кипре, которые управляют, условно говоря, объемом активов в 100 миллионов, при этом у него в штате два человека и ни у одного из них нет финансового образования, и трасти получают инструкции напрямую от сетлера или от бенефициара относительно того, купить сегодня Амазон или завтра продать Теслу в режиме нон-стоп ежедневно, а еще и по банковским счетам авторизован учредитель. Но очевидно, что это структура, которая предоставляет очень мало защиты. И бывают ситуации обратные, когда есть хорошая трастовая компания или участник совета фонда в фонде, который делегирует, собственно говоря, управление активами, условно говоря, третьей юридической фирме, или, простите, инвестиционной фирме, или вкладывает их в инвестфонды, или отдает банку в управление, при этом дискреционно этим занимается, не получая инструкции от учредителя, то в этом случае степень защиты намного выше. Другой аспект, который тоже нужно учитывать, это юрисдикция регистрации траста или фонда, что есть некие административные барьеры в случае признания судебных решений зарубежных. И, к примеру, тот же Лихтенштейн, о котором сегодня уже говорили, он не признает иностранные судебные решения, их нужно проводить заново в стороне регистрации фонда, что повышает защиту тех же фондов больше с такой технической административной точки зрения, и правовой, чем сутевой. Поэтому много аспектов надо учитывать, но общее правило, если сформулировать одним предложением, то потерян контроль со стороны учредителя выше степень защиты. Контроль не потерян, степень защиты ниже. В золотых правилах, по поводу здесь, к сожалению, ничего нет. Спасибо большое. Друзья, мы с вами затронули за время нашей дискуссии очень много интересных вопросов. Спасибо и нашим участникам за столь активное участие. Давайте будем двигаться к подведению итогов. И получается, что у нас есть уже проверенные многими десятилетиями зарубежные инструменты, по которым есть судебная практика, и появляются российские инструменты. И в принципе, как я поняла, что вы оба позитивно тоже оцениваете данную инициативу. Как фактически будет работать этот инструмент, еще покажет время. В целом, есть вопросы, которые стоило бы доработать, в частности, налоговые, чтобы, скажем так, повысить привлекательность российского инструмента. Но в любом случае лучше с ним, чем без него. По крайней мере, у тех российских бизнесменов, которые не могут тебе позволить зарубежные инструменты, появляется механизм планирования, которого вообще не было. Коллеги, давайте, подводя итоги, я бы хотела вас попросить дать некоторые рекомендации нашим участникам, что им стоит учитывать, на что обращать внимание при выборе инструмента. Получается, что у них в скором времени появится дополнительный инструмент. И что все-таки важно учитывать, когда встает вопрос о том, по какому пути пойти. Ну, разрешите, буду первым. На мой взгляд, как мы уже отмечали ранее, действительно позитивный тренд складывается на то, что предлагаются новые инструменты по планированию своих личных активов. Здесь, на мой взгляд, важно отметить, что если мы говорим о трасте, о фондейшене Лихтенштейне, либо личном фонде в России, либо наследственном фонде в России, важно всегда понимать, зачем мы это делаем. То есть это всего лишь решение то или иное проблемы. Соответственно, лучшим оно окажется или не очень хорошим, можно будет судить только после того, как мы узнаем, какая проблема. Соответственно, я бы рекомендовал клиентам в первую очередь проводить небольшое исследование своих активов и своего собственного желания. То есть что он хочет добиться регистрации, либо учреждения той или иной структуры. И уже впоследствии отталкиваться именно от своего желания. И подбирать тот или иной инструмент. Соответственно, если мы говорим о зарубежных активах, здесь, на мой взгляд, лучше предусмотреть зарубежный инструмент наподобие фондейшена, либо траста. Если мы говорим о России, здесь пока что на сегодняшний день более удобно пользоваться фондейшеном, ну, либо личными фондами в России. Тем не менее, несмотря на географию активов, их оценочную стоимость можно предусмотреть, в принципе, любой инструмент, ну, кроме личных фондов в России, потому что у нас минимальная отсечка есть, это 100 миллионов рублей. Тем не менее, можно провести небольшую аналитику, исследование, уже в дальнейшем от этого выбрать тот инструмент, который будет идеальным образом подходить под владельческую структуру. Под владельческую структуру того или иного гражданина. В целом, это очень хороший тренд, и мы надеемся, что небольшая модернизация налогового законодательства и отточенная судебная практика, она приведет к большому ажиотажу среди наших сограждан при использовании такого инструмента. Либо, возможно, даже нескольких инструментов для одного клиента. В принципе, у нас никаких ограничений по этому вопросу нет. Я поддержу Арсена. Мы рады, что у нас появился в арсенале дополнительный инструмент, но в реальности это не меняет некую методологию нашей работы и подход. Я всем рекомендую идти от общего к частному и сначала определяться с общей стратегией и целями, с какими-то базовыми вводными, от которых дальше уже нужно отталкиваться и делать структуру. Поэтому, так или иначе, нашу работу, например, мы начинаем с некого чек-листа, по которому мы идем, опрашивая клиента, затем уже вырабатываем рекомендации, какими инструментами нужно пользоваться. Соответственно, если раньше у нас на карте инструментов в России было только завещание и наследственный фонд, который был не очень интересен, то у нас дополнительно появляется на карте еще один инструмент. Поэтому идем от общего к частному, идем от общих условий к подбору под них инструментов. Я рекомендую ориентироваться в том числе на семейные планы, на место жительства, где приоритетно будет жить бенефициар, где будет жить его семья. Планировать нужно обязательно в контексте всей семьи в целом, а не только конкретно одного учредителю. Отталкиваться стоит, безусловно, от объема активов, потому что некоторые инструменты, они просто нецелесообразны для определенных объемов. Подходить нужно всегда комплексно и такое планирование делать с помощью, ну, по сути, как минимум трех специалистов с юридическим бэкграундом, налоговым, а также финансово-банковским, потому что без этих трех составляющих структура просто не взлетит. Неважно, речь идет о России или за рубежом. Также я считаю, что если есть некий дискомфорт и непонимание, в какую сторону идти, то есть смысл не переводить сразу же все активы в структуру, а начать, например, с ликвидных активов. Ликвидные активы – это всегда то, что проще перевести и на самом деле проще спланировать с точки зрения передачи капитала. Ну и последняя, наверное, такая рекомендация – это все-таки понимать, что мы хотим. Хотим ли мы, условно, полочный продукт, просто взять готовый фонд или траст. Или же мы говорим о некой семейной наследственной стратегии, которая имплементируется уже в кастомизированный фонд или траст, потому что очень часто люди начинают сравнивать цены не то, не с тем, что нужно. И самое главное – неправильно ставят задачу консультанту. Вот очень важно понимать, что все-таки консультанты с хорошим опытом, они продают не готовые решения, они продают консалтинг по планированию семейного капитала. И когда к нам, например, приходят люди сразу же с таким запросом, это очень приятно, и это правильный подход. Абсолютно соглашусь здесь с Николаем. Любое, вот все, что мы сегодня обсуждали, любой инструмент, он действительно индивидуальный. И подходит он или нет, всегда решает, в первую очередь, клиент. Ну и, соответственно, большая группа профессионалов. К сожалению или к счастью, это не супермаркет, в котором можно выбрать траст за 100 долларов или личный фонд за 100 рублей. Это действительно индивидуальное решение и инструменты, которые должны быть использованы, в первую очередь, профессионально и всегда под каждого клиента. Абсолютно соглашусь с вами, коллеги. И, со своей стороны, добавлю, что очень важно в таких вопросах работать с профессионалами. Действительно, у кого есть опыт, видение большей картины, чем, собственно, скажем так, одна семья, которые знают большой спектр возможностей всех разных инструментов и смогут предложить хорошее решение. Коллеги, спасибо вам большое за такую интересную дискуссию. Видно, что, на самом деле, ее еще предстоит нам с вами развивать вместе. У нас есть вопросы, на которые мы не успели ответить в рамках тайминга, но обязательно их разберем и поделимся ответами с нашими участниками. Видео-вопросы про видеозапись, она обязательно будет доступна и контакты наших спикеров тоже. Друзья, видеозаписи, контакты мы уже разошлем сегодня, вы сможете обратиться к нашим спикерам напрямую. Уверена, что они точно смогут вам помочь по всем вопросам. Спасибо большое за сегодняшнее участие. Спасибо огромное. Спасибо вам за организацию. Спасибо вам за участие. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok